Завтра, 12 января, в 19 часов в Центре городской культуры, по адресу Пушкина, 15, пройдет показ документального фильма «Пельм-36. Отражение» режиссера Сергея Качкина. Это кино-музей политических репрессий «Пельм-36». Сергей снимал фильм три года. Съемки начались еще тогда, когда существовал гражданский форум «Пелорама». Сергей был у нас в гостях в 2014 и 2015 годах. Рассказывал о том, как продвигается монтаж фильма. И вот фильм закончен. В ноябре в Москве состоялась его премьера. Сегодня Сергей Качкин, режиссер, оператор, продюсер фильма «Пельм-36. Отражение» у нас в гостях. В музее «Пельм-36» документалист Сергей Качкин регулярно привозил иностранцев на экскурсии и через несколько лет понял, что должен снять об этом месте и сидевших здесь людях свое кино. Увидеть музей политзаключенных, гражданский форум «Пелорама» не только глазами посетителя, но и глазами режиссера. В фильме «Три героя» все сидели на Пермской зоне, все по 70-й статье Уголовного кодекса РСФСР «Антисоветская деятельность, агитация и пропаганда». Ученый-биолог по образованию, правозащитник Сергей Ковалев был арестован в 1974 году и отбывал срок за работу над выходом еженедельника по правам человека. Известный на весь мир литератор Михаил Мейлох в 1982-м получил срок за охранение запрещенной литературы Набокова, Мандельштама, Солженицына. Заводской слесарь Виктор Пестов в 1972-м был осужден за антисоветскую деятельность. Он возглавлял подпольную молодежную организацию «Свободная Россия». За три съемочных года несколько раз менялась концепция фильма. Название «Перм-36. Территория свободы» переросло в «Перм-36. Отражение». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Тем, кто только что подключился, я еще раз напомню, у нас в гостях Сергей Качкин, кинорежиссер, оператор, продюсер фильма «Перм-36. Отражение». Итак, в ноябре прошла премьера в Москве. Расскажите, пожалуйста, о тех впечатлениях, с которыми наверняка с вами делились зрители, знакомые, близкие, друзья, которые пришли на премьеру. Ну, коль тема у этого фильма довольно противоречивая, и, соответственно, реакция была у людей довольно различная, но в целом я ожидал, что будет еще более острое впечатление или дискуссия после фильма. Но я бы сказал, я полностью удовлетворен тем, как аудитория приняла фильм. Интеллигентно или все-таки освистывали, пытались как-то высказывать очень жестко свою позицию? Были жесткие высказывания, но я готов к этому, потому что, еще раз повторю, тема сложная. Но мне всегда хочется увести дискуссию в русло, в том числе о самом кино, как оно сделано и какие вопросы я там поднимаю. Ну, а тема тут никак не уйти, невозможно это отделить. Конечно, конечно, но для меня, кроме тем, это еще и кино, это произведение искусства, как я надеюсь. И я бы хотел, чтобы это не забывали и на это тоже обращали внимание. Есть ряд людей, которым очень фильм понравился, и наоборот, которым категорически он не понравился, скучан и, там, не знаю, занудит. Ну, это вообще особенность документального кино, не каждый способен смотреть, как бы, чистое отражение, просто без такого, скажем так, авторского вымысла. Согласен, согласен. Вот смотрите, это все происходит на фоне таких вот, скажем так, дискуссий вокруг Ельцин-центра. Не было ли каких-то параллелей с этим проведено? Нет, вы знаете, премьера состоялась ранее. Чуть раньше, да? Да, чуть раньше. Чем Михалков высказался. Да, но я потом смотрел интервью Михалкова или читал, он сказал, что его неверно интерпретировали. Я не знаю, у меня... А у нас сейчас все время всех неверно интерпретируют. Ну, к счастью сказать, фильм пригласили, и он будет там показан, в Ельцин-центре. Вот, прям чувствуется, что вот ноздря в ноздрю вот эти темы идут рядышком. Я понимаю, что мы уже говорили об этом и в 2014, и в 2015 году, но, тем не менее, для тех телезрителей, которые, ну, вдруг почему-то не следили за этой темой, да, давайте просто напомним, почему вдруг вы взялись за эту тему, и как в процессе работы над этим фильмом у вас менялось и отношение, и вот про название это вот прям красной нитью идет. Вы знаете, как мне кажется, любой режиссер, почему он к той или иной теме обращается, потому что ему что-то выяснить, прояснить хочется. Так и мне было. Мне хотелось понять больше об этом месте, потому что, как было сказано вот перед... В визитке, да. Да, в визитке о том, что я туда часто ездил, несколько раз, и ездил с иностранцами, и я ловил себя на мысли, что им непременно хочется там побывать. А большинству, скажем, из наших людей, из России, они как-то сторонятся, что ли, этой темой. Вот это было самым таким основным толчком к этому месту. Потом, конечно, с каждым новым визитом в это место я все больше и больше осознавал, что, ну, сейчас это вообще смехотворно звучит, но тогда это было все очень серьезно, когда человека могли посадить за книги Солженицына. За ту литературу, которую мы сегодня совершенно спокойно пользуемся в интернете, в библиотеках, это в свободном доступе. Все верно. И это было всего лишь каких-то, ну, сейчас это почти 30 лет назад, да, но это... Это всего. Да, на самом деле это всего. Вот это было... И потом я еще осознал, что это совершенно рядом, оказывается. Это не где-то там на Магадане. А у вас, у самого есть родственники, которые были репрессированы? К счастью, нет. По крайней мере, я об этом ничего не знаю. Мой дед по материнской линии, он сидел, в смысле, у немцев в плену, и за это, когда он бежал из плена, его могли посадить после того, как он вернулся с войны. Но мама говорит, что, скорее всего, у него был двоюродный брат, который был чекистцем, и который как-то ему помог. А это все на уровне... Да, это всегда было у нас в России. Скажите, пожалуйста, вот на завтрашнем показе вы будете присутствовать? Есть у вас это в планах или нет? Да, конечно. Для меня, как для автора фильма, очень важно лично представить фильм, и после показа фильма обязательно обсудить с людьми. То есть дискуссия, мне личный контакт важен со зрителями. Сергей, буквально вот полминутки остается у вас, есть возможность обратиться к завтрашним, возможно, телезрителям. Дорогие друзья, приходите на показ, приходите, потому что я хочу узнать ваше мнение, ваши мысли по поводу этой темы. Ну и, конечно, мне важно понять, что вы думаете о фильме. Так что дискуссия, вот что мне интересно. Спасибо большое, уважаемые телезрители. У нас в гостях был автор фильма «Перемь-36. Отражение» Сергей Качкин. Спасибо.